Замечательная атмосфера, очень радует, что вот нет вот этих вот разделений на федерации, там любители, профессионалы, просто все собрались, поборолись. Запомните этих людей в лицо. С 5 января 2021 года с ними выкладывать фотографии и видео запрещено. Да ты что, Руслан? Сейчас в мире армрестлинга непростая ситуация. И несмотря на это, несмотря на то, что сейчас у нас в Москве, в армрестерной среде существует, насколько я знаю, внегласное правило, что спортсмены не должны даже появляться здесь. Они не должны даже заглядывать сюда. Никто не говорит о том, чтобы участвовать. Было правило внегласное, стало правило официальное. Решение номер один Президиума Федерации Армрестлинга России от 5 января 2021 года. Если раскрыть смысл и суть этого непонятного многих решения, то в нем черном по белому сказано, что фотографии и видеоролики с членами других федераций запрещены. Не надо меня из ружья щелкать. Я может только жить начинаю. Под угрозой дисквалификации на 2 года. Может быть я неправильно понимаю данный, на мой взгляд, странный документ. Ссылочку на него я оставлю в описании под видео. Но мне смысл его содержания видится именно таким. Может быть вы понимаете его по-другому. Тогда напишите в комментарии, за что именно последует дисквалификация. Под этим постом было много недовольных этим решением комментариев. Но они очень быстро удаляются. Даже до выпуска этого документа моим знакомым друзьям звонили чиновники ФАР с настойчивой просьбой удалить фотографии с членами федерации ПЭЛ и ИИФА. На мой взгляд, это решение является прям вмешательством в частную жизнь спортсменов. Такое впечатление, что ФАР хочет лишить общения спортсменов, занимающихся одним видом спорта. Чтоб люди, знающие друг друга годами, боялись пожать друг другу руку. Главное здесь не перегибать палку. Все-таки у ПАЛ есть ответвление ИИФА, где тоже борются любители. И вот когда любители не допускают в любителей другой федерации, здесь уже, по мне, так странно. То есть здесь уже одни теряют, другие теряют спортсменов. И люди тоже должны выбирать. Либо там они борются, либо там. Ну, зачем? Хотят бороться, пусть борются. Это же всеобщее развитие армрестлинга. Когда есть такие ситуации, что федерация запрещает даже приезжать к спортсменам как зрителям на турниры, вот это уже, я считаю, что это лишнее. Итак, дорогие друзья, на самом деле это очень важный момент. Почему? Ибо здесь, в этом тесном кругу, собрались настоящие друзья армрестлингов. У нас их намного больше. Но сегодня у нас есть столько, столько есть. На этой сцене сегодня мы увидим ребята, которые будут бороться в первом турнире. Инаугурационном турнире ПАУС, турнире, в котором ребята, кроме наград, получат еще место в объединенном рейтинге профессионального арместинга. А это означает, что у них открыта дальше дорога для строения своей профессиональной карьеры. Спасибо, Игорь. Спасибо, Аркадий. Объявляется турнир открытым. В добрый путь и пусть победит сильнейший.